МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Курган.ру в студии Екатерина Антропова. Здравствуйте! В начале выпуска о наиболее важных событиях. Мост ЖБИ полностью снесен и ждет реконструкции. Идет расчистка строительной площадки. Арт-терапия и новейшие технологии изготовления ортезов. В Кургане выбирают лучший соцпроект года. Русский УАЗ покоряет экзотические страны. О королевских приемах путешественник Александр Морозов. Уникальные кадры разрушенного моста в Кургане. Мост ЖБИ соединяет центральную часть города с другими микрорайонами. 15 сентября он был закрыт на реконструкцию. Сейчас он разрушен до основания. Идет расчистка строительной площадки для свайного поля, забивка пробных свай. Протяженность моста 462 метра. Он был построен в 1973 году. Новый мост ЖБИ будет трехпролетным с двумя пешеходными тротуарами, шириной по 3 метра. Общая сумма реконструкции моста ЖБИ составит 1 миллиард рублей. Построить новое сооружение предполагается в 2020 году. Арт-терапия и новейшие технологии изготовления ортезов. В Кургане выбирают лучший соцпроект года, чтобы рассказать об этом в столице. Инвестиционное агентство вместе с региональным отделением опоры России проводят конкурс на лучшую социальную идею, воплощенную в нашем городе. Время для искусства. Бренд появился в 2017 году. Анастасия Ковалева, преподаватель рисования, была одной из первых в городе, кто начал устраивать в Кургане арт-вечеринки. Мастер-классы по живописи прижились. С тех пор желающих создать шедевр за два часа не стало меньше. Сегодня в студии обучается около 60 учеников. Это и детские группы, индивидуальные занятия. Также женщина постоянно участвует в благотворительных мероприятиях, проводит уроки рисования для детей и инвалидов. Детки разные, конечно, но с любовью относятся. Для них это важно. А для них это не только просто порисовать, прийти. Для них это и развитие, и какое-то отхождение от всех проблем, отвлекаются от этого и полностью погружаются в творчество. Рисование только с виду занятие простое. На самом деле это глубокий отдых сродни медитации. На занятиях Настя не только учит водить кистью по бумаге, она рассказывает о техниках живописи, разбирает картины известных художников, вплоть до малейшего мозга. Доказано, мозг строят и создают только из того, что он видел, слышал, узнавал. Поэтому важно, чтобы и дети, и взрослые видели красивые картины, понимали их детали. Тогда и поступки мысли будут красивыми. Здесь я как раз занимаюсь тем, что я люблю. То, к чему я училась, и есть возможность дарить вот это людям. То есть мне нравится даже больше отдавать эти знания, вот эти эмоции, которые мы получаем с мастер-классами. Нравится, когда люди уходят счастливы. В разогретом состоянии он, видите, становится, его можно растягивать, он становится мягким, можно сказать, как пластилин. Врач-ортопед, как скульптор, создаёт ортез прямо на ноге маленького пациента. Получается точный слепок. Технологии изготовления ортезов из низкотемпературного пластика владеют в Кургане только врачи научного Элизаровского центра. За счёт полотенца, обычного махрового полотенца, мы его охлаждаем. Для того, чтобы не вызвать ожоги кожных покровов. Остудим верхний только слой до температуры 35-40 градусов, ну, до температуры контакта. Тогда мы можем работать. У нас время есть до застывания пластика от полминуты до нескольких минут. Этого времени не хватает. Экспресс-технологии ортезирования пришли в Курган в 2014 году вместе с Артёмом Резником из Санкт-Петербурга, где врач-травматолог проходил обучение. Новшества начали развивать и дополнять. Сегодня такие фиксаторы – это быстрый и качественный ортез. Во многих случаях профилактика деформации сустава у детей-инвалидов либо часть коррекционного лечения. Пластик имеет память формы и часто растёт вместе с ребёнком. Специальное покрытие позволяет разогреть материал повторно и скорректировать его. Такие социальные, высокотехнологичные проекты очень востребованы среди детей с ограниченными возможностями в Курганской области. Раньше, чтобы получить многие подобные услуги, родители были вынуждены ехать в соседние регионы. Кроме того, эти уникальные фиксаторы – это гарантия того, что человек даже после операции продолжит получать качественную, эффективную реабилитацию. А если мы будем просто на этапе оперативного лечения поступил пациент с данным патологией, мы его прооперировали, дали ему рекомендации и выписали, он, скорее всего, через год-два вернётся с рецидивом. Потому что на том этапе он ушёл в город, ему выдали некачественные изделия, он не понял, что ему нужно делать или там ещё и так далее. И результаты нашего оперативного лечения иногда сводятся к нулю. Ольга Медведева, Александр Киселёв, Андрей Бахарев, информационное агентство «Курган.ру». Гонки роботов в КГУ. 23 октября там пройдёт ежегодный открытый университетский конкурс по робототехнике. Заявились 100 участников. Испытания проводятся в трёх возрастных группах по двум категориям – любители и мастера. Жюри конкурса – преподаватели профильных кафедр КГУ. Цель – выявление и развитие интеллектуальных, познавательных способностей учащихся, развития юношеского технического творчества. Великое путешествие русской буханки. Отечественный автомобиль отправился в кругосветку. Проездом он заехал и в наш город. С тем, кто отважился на эту авантюру, встретилась корреспондент Ольга Медведева. Доездился. Так говорит о себе Александр Морозов. После того, как он проехал на автомобилях более 70 стран, решил доказать меру, что ехать можно на чём угодно. Главное – желание. Выбор Александра полно у Азбуханка. Благодаря этому автомобиль с харизматичной внешностью стал легендой не только в России. Скептиком больше всего был я. Первый завод УАЗ, вернее, первый я на втором месте завод УАЗ не верил в эту экспедицию. И, честно говоря, я не ожидал, что будет вообще так мало проблем. То есть у нас самая крупная поломка – это задний мост. Задний мост, который загудел в Бразилии и сломался в Мексике. Его пришлось отключить, сняв задний кардан, и буханка превратилась в передний приводной автомобиль. Последние полторы тысячи километров до Хабаровска, где мы его заменили, я ехал на переднем приводе. А так в целом по мелочи, то есть сущие пустяки. УАЗ проехал 85 тысяч километров, побывал на четырёх континентах и дважды пересёк экватор. Вместе с Александром путешествует фотограф и помощник. В день проезжают 300-500 километров. Самый комфортный, удобный режим передвижения. Любая авантюра, говорит Александр, должна быть хорошо спланирована. Кстати, всё в отечественной технике родное, с завода. Мосты, коробка, двигатель. Установили только кондиционер и газовый баллон. Везде, где красно-белая буханка оставляла свой след, её встречали с радушием. Поистине, королевский приём, вспоминает путешественник, им устроили в Гаяне, стране Южной Америки. Курмас Александр Сергеевич посол просто, ну, воистине, сделал просто невозможное. Он нам и помог, и по переправке машины, бюрократические вот эти припоны ликвидировать, и встретил классно. И вот в Бирбиджане. Так везде хорошо встречают, и местные, и наши. Кругосветная экспедиция длится уже два с половиной года. Но в период, когда главный герой, машина, пересекает океан или пережидает сезон дождей, её экипаж отправляется домой. У двух членов команды по пятеро детей. В следующем году, кстати, русский авантюрист отправится в Кругосветку уже с семьёй. Это же самое прекрасное, что можно делать в жизни. Впечатление – это то, единственное, что у нас никто никогда не сможет отнять. Ольга Медведева, Александр Киселёв, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. Курганский хип-хоп-дуэт «Твикс» подтвердил звание лучшего на планете. На этот раз дуэт в составе Марины Шлепановой и Дарьи Фоминой отстоял свой титул, став двукратным чемпионом мира хип-хоп Юнайт 2019. Турнир проходил в городе Лейден в Нидерландах. И стоит отметить, что для воспитанниц Центра уличного танца «Бронкс» это последнее выступление в возрастной категории от 7 до 13 лет. И теперь нашим чемпионкам перейти стоит в новую категорию до 18 лет и уже там добиваться новых высот. Что появилось в Кургане на месте бывшего троллейбусного парка, узнаете в следующем материале. В Кургане открылся гипермаркет низких цен «Маяк». Всё в одном месте по ценам, которые понравятся. Сеть гипермаркетов «Маяк» – один из первых проектов в России по розничным продажам товаров народного потребления. Основной посыл – предоставить потребителю товар по низкой цене, наивысшего качества и напрямую от производителя. Услышала рекламу, и так как нахожусь в отпуске, могла с утра заехать и узнать, какая продукция, цены. Вы на разведку очень пришли? На разведку, да. Территория устраивает, что свободно можно проехать и выбрать. Товар вроде неплохой. Многое из чего выбрать. И цена приемлемая, как приемлемая. Так что так вот. Спасибо, конечно, открыли недалеко. Понравилось. Тут можно всё взять. Так что нам, как говорится, по деньгам, можно выбрать товар много. Ассортимент большой. Это мясо, рыба, колбасы, полуфабрикаты, консервы, соки, напитки, инструменты, игрушки, автотовары. Всего более двух тысяч наименований. Всегда большие акции от поставщиков. Цены самые выгодные в нашем магазине. Приглашаем вас за покупками по адресу Химашевская, 8. Это на территории бывшего троллейбусного парка. Режим работы с 9 до 21.00. Желаем приятных покупок. Это все новости на сегодня. Далее вас ждет прогноз погоды. Смотрите нас в Инстаграме и в группе ВКонтакте. Там вы всегда найдете самую свежую и интересную информацию. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Во всей Европе смертная казнь отменена уже много-много лет. И преступность только уменьшается. У нас, к сожалению, преступность меньше уменьшается. Хотя число сидящих в тюрьмах уже меньше 500 тысяч. А когда-то были по несколько миллионов. В советское время смертная казнь была по 10-15 преступлениям. Вот ты меняешь доллар на рубли, и тебя расстреливают. Это что такое вообще? Страна насилия. Полстраны расстреляли. И что-нибудь хорошее есть? Ничего хорошего нет. Мы поддержим, но предупреждаем. Улучшение в плане защиты жизни граждан от преступных посягательств не произойдет. Сегодня в программе. Земли много. На всех хватит. Индивидуальное строительство. Вот решение жилищной проблемы. Пока действует амнистия. Надо торопиться. Оформить его, можно повторюсь, дешево и без проблем. Андрей Андрейченко. Член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. В рубрике «Слово депутата». Об особенностях в названиях государств, о вреде курения и неразберихе в системе исполнения наказаний в рубрике «Полидневник». Выставка в Госдуме. Ему не нравилась царская Россия, но он не дожил до тех времен, когда появилась советская Россия. Великие гуманисты 20 века. В рубрике «Панорама». ЛДПР за увеличение пособий матерям-одиночкам. Думское большинство против. Прямо сейчас, в главной теме. Думское большинство отклонило законопроект ЛДПР от дополнительной соцподдержки одиноких родителей. Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский жестко раскритиковал подобное решение представителей партии власти. Я понимаю, правительство отказывает, исходя, допустим, из лимита средств. Но когда комитет наш, и женщина из этого комитета, говорит, не надо помогать этим одиночкам и матерям, и отцам, мол, какая-то непонятная категория, да зачем, да в регионах пусть. Меня это страшно удивляет. Пусть правительство отказывает, и вы не проголосуете. Но как формировалась позиция комитета? Ваш же комитет называется по социальным вопросам. Цель комитета – помогать. А вы говорите, нет, помогать не будем. У вас нет такого юридического и морального права. Такой комитет нам не нужен. ЛДПР предложила ввести дополнительную соцподдержку одиноких матерей или отцов, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 18 лет. На денежные выплаты в случае принятия документа могли бы рассчитывать родители, среднедушевой доход которых превышает прожиточный минимум не более чем на 20%. В случае принятия инициативы депутатов фракции ЛДПР материальную помощь получили бы более 1 миллиона 800 тысяч жителей России. Еще недавно было пособие 50 рублей. Это позор. На целый месяц ребенку 50 рублей. Чудовищно. Как можно такие пособия устанавливать? Тем более это никак не повлияло бы на инфляцию. Надо вообще сделать помощь семье только в масштабах федеральном. Потому что мы опять вот здесь бы комитет бы сказал, что же мы делаем? В Москве 7 тысяч даем на этого ребенка. А 100 километров от Москвы уже там полторы тысячи могут давать. Дети-то одинаковые. Сейчас на федеральном уровне выплачивается пособие на детей до 3 лет. В законопроекте депутаты ЛДПР предложили увеличить срок выплат до 18 лет. Понимая, что нагрузка на бюджет будет значительно увеличена, авторы предложили платить пособие только неполным семьям. Думское большинство с подачи комитета по социальным вопросам отказалось голосовать за предложение ЛДПР, сославшись на неясность категории, будто им непонятно, кто же это такой родитель-одиночка. Он нуждается, у него меньше прожиточного минимума, 11 тысяч условно, пусть даже 12, на двоих 6 тысяч, 200 рублей в день. Нет, не будем помогать, пусть живут на 200 рублей в день. Это неправильная позиция. Плохо, что вы не будете поддерживать. Мы уже много раз говорили, это способ увеличить население наше. Вы не хотите. Сперва вы не хотите паспорта дать русским, чтобы они стали гражданами и приехали. Теперь вы не хотите дать деньги. Особенно это касается бедных регионов. Там, где и больше всего матерей-одиночек, в русских регионах. Потому что больше всего русских мужчин сажали в тюрьмы, убивали, на войну посылали и так далее, и так далее. И вот это ваш, как бы я считаю, сегодня клеймо. ЛДПР многие годы выступает за повсеместное расширение индивидуального жилищного строительства. Это поможет обеспечить всех граждан страны доступным качественным жильем в обозримые сроки, уверены в партии. Андрей Валерьевич Андрейченко, член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, рассказал о перспективах и сложностях в этом вопросе. Если семья действительно большая, если мы говорим о многодетных семьях, то существует федеральный закон, он приводился в соответствие всеми регионами. И любая многодетная семья, в зависимости от региона, это два либо три ребенка, разные регионы определили в зависимости от количества земельных участков внутри субъекта, по-разному, имеет право получить землю бесплатно. Для тех, кто уже имеет участок и строение на нем, но не оформил документы о собственности, депутат Андрейченко рекомендует поторопиться, пока действует дачная амнистия. Никто еще не отменял того, что у нас все еще работает дачная амнистия, и она сейчас уже работает до марта 2020 года, и, скорее всего, с вероятностью 99% она будет продлена до марта 2022 года. То же самое касается и жилого строения, ниже трех этажей. Поэтому, в принципе, там даже может быть большой дом на большую семью, и все равно его можно будет оформить. Причем пока действует амнистия, надо торопиться, оформить его можно, повторюсь, дешево и без проблем. Если вы не огородник и дачник, но решили обзавестись своим участком земли и начать строительство дома, что называется, с нуля, сегодня благодаря новым законам у вас появились широкие возможности. Заинтересовал человека, семью, соответственно, какой-то земельный участок, ну, в каком-то определенном районе. Соответственно, нужно сделать что? Нужно открыть публичную кадастровую карту, там за некий опт запросов идет скидка, и буквально информация предоставляется в течение 12 часов, ну, в зависимости от региона, есть регионы с большой разницей во времени, и этот запрос стоит 100 рублей. Соответственно, открывается она, тут же открывается съемка со спутника, картографическая. И, соответственно, просто просматривается интересующий район на предмет свободных земельных участков. Решив все юридические вопросы, можно начинать строиться. Андрей Валерьевич призывает граждан быть максимально внимательными в выборе участка для строительства. Если земля окажется с так называемыми обременениями, а это военные, сельскохозяйственные, инфраструктурные и даже геологические обременения, например, зоны периодических сезонных подтоплений, то в дальнейшем могут возникнуть, как вы понимаете, трудности. Наша позиция, которая сформулирована нашим лидером Владимиром Ольчином Жириновским, именно малой жилой застройки, что именно это и нужно развивать. Потому что если мы посмотрим на карту Российской Федерации, то мы поймем, что земель достаточно для каждого гражданина Российской Федерации, что земли у нас достаточно много, и много пустующей земли. Опять же, должна быть доступна ипотека. Мы часто говорим про различные формы ипотеки, соответственно, о процентной ставке, о различных льготах по многоэтажному строительству, если человек покупает квартиру. Но всегда, часто, государство забывает именно о тех, кто хочет построить дом. Тоже нужно этим заниматься. Тоже должно, опять же, государство разговаривать с банками, чтобы эти кредиты предоставлялись, чтобы они были действительно доступны. Во время традиционного подхода к прессе в Госдуме Владимир Жириновский рассказал о программе действий фракции на время текущей зимней сессии. В начале лидер партии огласил окончательные результаты единого дня голосования, состоявшегося 8 сентября этого года. Мы окончательно подбили итоги выборов и имеется в виду со всеми данными по выборам МСУ. И у нас получилась прибавка плюс 41% с тем, что было 5 лет назад. Почти миллион голосов. Коммунисты чуть меньше. Единая Россия в основном потеряла. ЛДПР объявила о необходимости законодательного изменения в нормативах русского языка. Прежде всего, это касается официальных названий государств. Через Комитет культуры мы будем настаивать все-таки, чтобы ввести какие-то правила по нормативам русского языка. Кто-то нас заставил 5 лет назад говорить не на Украине, а в Украине. Теперь, мне кажется, пора вернуться. К нормам русского языка. Это касается и других стран. То есть должен быть словарь, и там и предлоги, и произношение. Киргизия. Тысячу лет говорили. Последние 20 лет навязывают понятие Кыргызстан. Нужно гортань выворачивать наружу, чтобы правильно произнести на Кыргызском языке название. Зачем? Владимир Жириновский также рассказал об усилиях фракции ЛДПР в борьбе с курением табака и так называемых вейпов. В США уже статистика есть печальная, когда среди вейперов, курильщиков, электронных сигарет, уже начались заболевания, и 18 человек уже погибли. Кто-то скажет, ерунда. Да, это же эпидемия. Это погибли, которые известны сегодня. А некоторые, может быть, умерли, и никто не мог определить, от чего. Наш депутат Чернышев, по-моему, он вносил уже проект закона о запрете электронных сигарет. Но от другой фракции, Един России, наоборот, вносят поправки в закон разрешить курительные комнаты в аэропортах. Поскольку там папаша этого, лоббиста, он заядлый курильщик, и об этом везде афишируют. То есть нужно молчать об этом. Кадровый кризис в Федеральной службе исполнения наказания. За последние 4 года два руководителя службы лишились своих мест по обвинениям в коррупции. В СИН заменили руководителя, ищут, вернее, все бесполезно. Мы это говорим 30 лет. Поставьте нашего. Мы рекомендуем. Аблицов Сергей Николаевич. Не хотите. Ставьте вашего. Два года и за коррупцию в тюрьму. Два года за коррупцию в тюрьму. Или просто освобождают. Это же огромная система. Тюрьмы России. Хорошо, не подходит он. Потому что ЛДПР. Ну, хорошо. Берите. Что, губить людей будете? Пытки будут продолжаться. Коррупция будет продолжаться. В честь 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди в Госдуме организована выставка «Ганди Толстой. Великие гуманисты 20 века». В открытии экспозиции участвовали представители руководства всех думских фракций. Впервые в Госдуме такая выставка, связанная с идеями гуманизма. Жаль, что только связана с юбилеем. 150 лет. Хорошо бы, если бы идеи Махатмы Ганди вошли бы хоть в какие-то учебники. Школу. Чтобы был урок мира. Урок воспитания отвращения к любому насилию. Наш великий гуманист Лев Толстой, ему не нравилась царская Россия. Но он не дожил до тех времен, когда появилась советская Россия. Так он на поездику, а то уехал. А из советской России он бы, наверное, бежал бы на космическом корабле. Потому что слишком много было насилия. И сегодня он, наверное, был бы тоже противником. Идеи пассивного сопротивления и непротивления злу насилием объединяли Махатму Ганди и Льва Толстого. И хотя они ни разу в жизни не встретились, их переписка длилась несколько лет. Надо делать так, чтобы люди не попадали в тюрьмы. Для этого дать возможность им высказываться. Больше круглых столов, больше дискуссий, площадок. И не на улице, а в помещениях. И к этому призывал Махатма Ганди. Его знает весь мир, как бонус творения Индии. Экспозиция, которую совместно с Госдумой организовала посольство Республики Индия в России, а также культурный центр Джавахарла Ланеру, в целом посвящена дружбе и взаимному влиянию Ганди и Толстого на творчество и философию друг друга. Давайте сделаем все, чтобы лет через 50 мы забыли про тюрьмы, про горящий Гонконг или горящий Париж, или кто-то у нас где-то недовольный, может быть, есть. Во всем мире. Мы видели, что на Ближнем Востоке было. Чтобы люди следовали идеям Махатма Ганди и Льва Толстого. Спасибо. Что можно купить за 79 рублей? Например, махровое полотенце. Галамарт. За качество не стоит переплачивать. Цена действительно 24 и 25 октября 2019 года. Интернет-магазин Столплит представляет. Сжигаем цены. Прихожая Саша по цене 6 990 рублей. Столплит. Доступная мебель. Ничего на свете лучше нету, чем читать бесплатную газету. Зауральский курьер. Читайте бесплатно. Поляризационная насадка на очки с диоптриями Клипонс. Незаменимый для водителей в ночное время суток. Просто наденьте насадку Клипонс на ваши очки и встречный свет фар больше не слепит вас, как раньше. Удобно использовать на рыбалке, лыжной или велопрогулке. Везде, где есть блики от солнца, Клипонс защитит ваши глаза. Поляризационная насадка на очки Клипонс всего за 349 рублей. Успейте заказать. Очищенный от накипи нагревательный элемент вашего газового котла залог стабильной работы системы отопления. Горгаз сервис. Когда работают профессионалы. Подать рекламу и объявление на телевидение, радио, в газету и заказать визитки вы можете на точке приема рекламы. Торговый центр Кировский. Первый этаж. Найди свою активную точку. Интернет-магазин Столплит представляет. Наши цены не кусаются. Стенка Прада по цене 9890 рублей. Столплит. Доступная мебель. Календари с фотографиями ваших близких. Отличный подарок на новогодние праздники. Закажите свой календарь уже сегодня. Типография Курьер. Разработка дизайна и печать календарей любой сложности. Типография Курьер. Время пришло. Чемпионат стартовал на сайте Курган.ру в разделе «Проекты» и нашем аккаунте в Инстаграм. Присылайте фото ваших любимцев и выигрывайте призы. Что в этом мире для нас осталось бесплатного? Крепкая дружба, искренняя любовь и газета «Зауральский Курьер». Доставляем на дом каждую среду. «Зауральский Курьер». Читайте бесплатно. Здравствуйте. С прогнозом синоптиков вас знакомит Ксения Аванесова. В ночь на среду синоптическая ситуация в Зауралии обусловится тыловой частью североатлантического циклона, куда поступят разрозненные массивы снеговых облаков и более свежие массы воздуха. Днем скажется влияние гребня антициклона, благодаря чему немного распогодится. В Челябинске плюс 4, плюс 6, в Тюмени плюс 1, плюс 3, в Екатеринбурге плюс 2, плюс 4. Местами возможны небольшие осадки. В Кургане облачно с прояснениями, местами возможен небольшой снег. Ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха 0, плюс 2. Днем в Кургане облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха плюс 4, плюс 6. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба. 23 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!